всем привет друзья сегодня мы с вами находимся на выставке в городе кропотки не город месяц у нас конец февраля конец зимы завтра весна пойдемте сейчас посмотрим что происходит на выставке поинтересуемся какие цены сейчас сами все увидите адрес выставки город кропоткин улица речная 6 краснодарский край вбивайте в навигаторе и приезжайте сегодня на выставке представлены гончарные изделия пожалуйста время 7 утра еще многие только начинают выставляться дождь мелкий до этого был сильный дождь лужи везде видите поналито утки чувствуют себя комфортно очень как своей тарелке как говорится вот они утки вот такие вот уточки хозяин решил находиться в машине чтоб не мокнуть утки продаются без хозяина голуби тоже продаются но хозяин отсутствует цены буду спрашивать по возможности при наличии хозяина продавца если продавец будет отсутствовать ждать сами понимаете некогда здесь представлены шикарные куры породы к сожалению я такой не знаю но хозяин отсутствует возможно во второй части если удастся сделаю вторую часть чуть попозже часов 10 наверное будут уже продавцы буду спрашивать цены ну а сейчас по возможности что смогу сниму скажите почем ваши голуби 500 а такие пара 1200 а так по 500 сюда друзья на выставке представлена баня целый банный комплекс это для тех кто приехал сдалека замерз можно зайти согреться в бане не стесняйтесь почем ваши кролики простые 700 а веслоухи и порублю спасибо почем щеглы у вас щеглы по 100 да а репел в какую цену репел 150 а какая реки ваши почем молодые за четыре месяца как варики по две с половиной и репелом скажите а почем снегирь кавказский снегирь тысяча рублей один кавказский говорят наших местах лучше приживается он считается как бы местный а вот щеглы которых я ловил в огороде у себя у меня они по моему получше потом сравним дома в огороде у меня есть в пульс а не знаете почему м1 и по 300 марина друзья нашел самку пенантовую красную по возрасту 2 года продавец просит 12000 это самочка смотрите какая красавица а здесь канареечки вот они тепленькая здесь а почем ваши канарейки 500 рублей самочки такие здесь вот китайские шелковые курочки 600 рублей возраст 2 месяца пожалуйста тут вот голуби выставочные попугай по 1000 рублей обратите внимание вот для сравнения кто не знает он сидит нахухлился видите перо рыхлое такого не стоит брать а вот эти вот уже можно подумать посмотреть так на вид вроде неплохие но вот разница есть здоровая птичка слева то есть справа здоровая слева не очень почему вас павлины черноплечье по 15 вот перепелочки карликовые по моему называется японские они что ли хозяин машине вот перепелочки уточнить нет возможности название птицы а вот кролики которые дождя не боятся у них мех в это время года обладает уникальной возможностью которая отталкивает воду и кролик может без труда находиться под дождем вот голуби а почем такие черные рауканы 700 рублей а рыжие вот эти кахенхины семья четыре с половиной тысячи выставка сегодня пестрит от разнообразия птиц но мест все равно свободных много а вот сейчас посмотрим попугаев выставочные волнистые по полторы по две тысячи неразвучники по тысячи вот такие вот петушки и курочки пара полторы тысячи вот они как эта порода называется правильно собрать там собрать клетка черного ореха за снегирей хозяин не захотел говорить цену ушел обиделся такие вот уникальные домики для м1 а в какую цену ваши домики вот эти 200 200 рублей такие домики стоят также здесь есть ловушки для котов а вот тут смотрите крысоловка какую цену такая крысоловка 700 вот такие крыса ловятся крыса петушки карликовые годовалые 300 рублей штука видно хорошенько туда сейчас постараемся вот такие инкубатор без автоматики на 100 из 2 500 б.у. масковые неразвучники 1200 молодежь красавицы убежали не видно дождя прячется вон они так это розелла бледноголовая молодой самец 6000 птичка в клеенке прошу дождь идет попозже может снимут клеенку с ней получше так а здесь пестрая розелла с красными в перемешку цена 4500 неразвучники желтые цена 1100 почем черные голуби полторы а вот и черно-белые бельгийская сорока 1000 рублей черно-белые а эти вот с кашей на клюве без ценной голуби не знаю порой то есть цены не знаю петушки продавца нету здесь много кур разных красивых но продавца нету продавец отсутствует ценника тоже нету но птица есть приезжайте доброе утро умывается нутриата умываются котята чистота залог здоровья отвернулся застеснялся ну надо же идет мелкий дождь внутри приводят себя в порядок в какую цену такие вот малыши что умываются 250 250 берите как домашний питомец лучше не найдете это корм для попугаев да это для м1 50 рублей баночка для попугаев 50 рублей баночка баночка небольшая вот такая 700 капом 50 рублей здесь вот я нашел певчих самец и самочка пара 4 500 также здесь красивые амадины 500 рублей один клюв рыжие зебра в м1 канарейки самочки по 800 рублей сидят под плексом холодно дождь идет амадины гульда цена 3000 рублей 4000 рублей чем ярче тем дороже здесь зеленые канарейки самцы по две с половиной тысячи здесь самочки по 900 рублей вот люди выстроились в очередь сейчас посмотрим что тут за ажиотаж сейчас проберемся дать вместо прессе прессе а уже пустые клетки синички были усатые но не успел как а реки 2 500 до цена 2 500 молодые они разлучники в какую цену почем таки не разучить полторы молодые фишера самец красный по возрасту полтора года цена 5 500 розелла бернарда 15 самочка певчевого попугая 2 500 по 150 рублей вот эти голуби по 150 рублей вот голуби цена 300 500 в зависимости от масти сибрайт и 1000 рублей петушки к восьмому марта цветочки имейте ввиду ребята ведро проса желтая 200 красная 250 просто это корм для волнистых попугаев можете приобретать здесь качество хорошее лучше чем в коробках зоомагазине ну по крайней мере я так считаю там смотрите сами овес 150 рублей сорга тоже можно давать крупным попугаем ведро 200 200 рублей канареечки в полиэтилене самочки полторы тысячи самцы вот внизу по две с половиной плохо видно хозяин закутал их холодно лигорка 400 рублей ламон браун ламон браун 330 молодняк доминанты 450 доминанты вот они хорошие не сушки курочка ряба друзья полторы тысячи 7 рублей 7 килограмм живой вес цена за голову полторы тысячи чуть уступим торговаться можно уточки по 500 рублей уточки по 500 рублей чуть уступит человек добрый хороший птички хорошего и также можно на выставке найти часы хорошие механические с автоподзаводом цена договорная такие корочки по 800 рублей а даже то петушки петушки по 800 рублей а вот минор очки 2000 пара извиняюсь сибрайты 2000 пара минор очки перепутал на радостях петухи по 2000 петухи по 2000 а почем ваши утки утки с шапками 1000 рублей одна утка причёски аля 80 такая семья что за порода карликовый кахинхин стоит сколько по 1000 рублей по 1000 рублей 400 рублей голова индюшка полторы тысячи а почем такие кормушки вот эти узкие 350 а это для кроликов да с какую цену они вот эти большие такие вот эти 200 можно отдать астраханские голуби как порода называется друзья узнали бакинцы немножко они мокренькие а так все хорошо и почем 500 и выше торг уместен 1700 500 зависимости от масти вот строкач 1000 рублей голова вот люди берут красавца 45 дней 350 рублей молоденькие здесь 200 рублей молодежь и 150 рублей штучка черношейки до чубатый почем голова тысячи такие красавцы щеглы 100 рублей 150 рублей зависимости от песни с хорошей песней можно найти по 150 Вот эти клеточки, запомните, синие, самые хорошие птички во всей выставке Кропоткина. Вон продавец, застеснялся. Хозяин куда-то убежал, голуби, красавцы. Козий жир тоже есть, пожалуйста. Почем ваши петушки? В какую цену? 600 рублей слева, справа по 1000. Светлый 1000, а темный 900. Розелопестрая, 4500. Один. Павлины. Как порода называется? Бакины. Ленинокамцы. И почем они? 300 рублей. Вот такие по 500 рублей. Каштановый цвет. Эти по 400. Сизые по 700. Ну, такие вот по 500 рублей. Снег пошел. Мокрый снег начался. Кормушечки для кроликов по 250 рублей. Мальчики 100 рублей. Девочки 120. Бролерный перепел. 500 рублей голова. 1000 рублей один. Крупный. Эти по 400. Фениксы по 1000. 400 рублей. Фениксы по 1000. Обычный петушок 400 рублей. Вот феникс. Китайский феникс. Длина хвоста. Больше метра. Цена 1000 рублей. Молодежь черноплечья. Павлины черноплечья. 4000-5000. Можно отведать меда с чаем. Сейчас меда с медом сделать ему. Это у нас известный ютубчик. Юрий Васильченко. Ютубчик. Ютубчик. Юра. Почему? Я хочу, чтобы ты это отметил. Не так просто. Человека отметить. Скажи. Какой человек, какого-то у человека, на рынке нету. Прорекламируй его мед. Сейчас будем пробовать мед с чаем. А вы откуда приехали? Ура. На Новопашковский лесхоз. Новопашковский лесхоз, друзья. Мед. Самый вкусный. И чай с медом. Вот, пожалуйста. За здоровьем моих подписчиков и зрителей канала. Скажи им, что сам. Дорогие мои братья, телезрители, группа, имейте в виду, когда вы посетите Кропоткин, обязательно, обязательно зайдите сюда и выпейте чай. После этого чая, у Олега Коробкина, парня зовут Олег Коробкин, сразу на 5-6 лет молодею. Имейте это в виду. Вас всех приветствую. С уважением к вам, братья и сестры мои. Спасибо. 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 Продолжение следует...